Доброе дело делаете. Такую оценку реконструкции мемориального комплекса «Хатынь» дал президент. Александр Лукашенко проинспектировал работы, возложил цветы к монументу «Непокоренный человек» и вечному огню у мемориала «Кладбище деревень». Кто-то памятники рушит, а мы сохраняем, воссоздаем и строим новые, отметил глава государства. О хатынской трагедии и геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны расскажет новый музей. Его и поручал построить Александр Лукашенко. Будет шесть выставочных залов, и для них нужно собрать уникальные экспонаты. Несмотря на обновление, очень важно сохранить первозданный вид комплекса. Все должно быть душевно, ведь на этом месте была деревня, уверен президент. Закончить все работы и строителям, и музейщикам нужно к весне. 22 марта исполнится 80 лет с того дня, который стал последним в жизни 149 жителей деревни. «Все вещи, которые были извлечены буквально действительно в последние дни, вот, совсем недавно, из земли, во время земляных работ в Хатыни. Это самый, наверное, уникальный экспонат. Вот эта гильза, она была, скорее всего, в доме, в каком-то спрятан патрон. Когда строение горело, она взорвалась, лопнула. И вот видите, остался кусочек хатынского вот этого дерева. Александр Лукашенко не только оценил стройку, но и ответил на вопросы журналистов. Эхо саммита ШОС. За организацией будущее, если она не будет тормозить, откровенно сказал президент. Не стоит замирать в ожидании и на информационной войне, которая сейчас развернута против Беларуси. Против нас развернута война. Идет по линии информационно-психологических операций. У них все это основано на фейках. На экране не должно быть открытого вранья. В основе должна лежать правда. Понимаете, изначально должна быть правда. Потому что, если фейк, через некоторое время это все равно станет достоянием. В основе должны быть факты, конкретные факты. На стол... Прокомментировал президент также инсинуации в медиа и попытки как-то связать с нашей страной последние события в России. Не будет никакой мобилизации. Это вранье. Коротко и ясно. Это вранье. Мы не собираемся мобилизовывать. Нам это не надо. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик и сказать, ну, у нас пойдет мобилизация. Они же за это не отвечают. Им надо создать ситуацию. А вдруг вот им надо за что-то уцепиться. Пока уцепиться не за что. Однако на возможные угрозы и терроризм наша страна будет реагировать. Когда придется защищать свой дом и землю, только тогда и будем воевать. Прямо ответил Александр Лукашенко. Общение с прессой получилось злободневным. Но говорили не только о политике и экономике. Урожай, логистике и переговорах на миллиарды долларов в Самарканде с главой Китая. Очередная попытка запугать людей на фоне стартовавшего референдума о присоединении к России. В центре Мелитополя прогремел взрыв. Устройство выбросили из автомобиля рядом с жилым домом в центре города. По счастливой случайности пострадавших нет. Ведется поиск подозреваемых. Как сообщили в администрации Запорожья, взрыв – теракт со стороны Украины. Также предпринята попытка обстрела Херсона. Силы ПВО отразили атаку. Киевский режим делает все, чтобы сорвать референдум в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. Болеизъявление стартовало сегодня. Люди в основном голосуют, не выходя из дома. И на рабочих местах организован адресный обход. В регионах усилены меры безопасности. Избирательные участки в некоторых районах также уже открыты. Их проверяют на наличие взрывных устройств. Не исключены новые провокации со стороны киевского режима. Планируется, что участие в голосовании примут около 4 миллионов человек. Оно продлится до 27 сентября. Это основной день референдума. Снизить напряженность в мире, судя по всему, не получится. Эксперты еще до окончания 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сходятся во мнении, равноправный продуктивный диалог возможен только после отказа западных держав от политики двойных стандартов и уважения интересов остальных стран. Пока нет ни того, ни другого. А значит и общий градус противоречия остается высоким. Центры силы должны выработать прозрачные договоренности о правилах нового мирового правопорядка. Работать над повышением или даже возвратом авторитета ООН. И, учитывая интересы друг друга, решать проблемы глобальной безопасности. Такова и официальная позиция Минска, которая озвучена с трибуны ООН. К нынешнему кризису мир шел долгое время. Те проблемы, на которые неоднократно обращали внимание, просто игнорировались. Нежелание Запада обсуждать вопросы безопасности и содействовать установлению равнозначного баланса сил в регионе, привели к нынешней ситуации на Украине. И это мнение не только белорусской стороны. Я не могу сказать, что это глаз вопиющего в пустыне. Большое количество государств поддерживают этот подход, но при этом крупные геополитические игроки пытаются это разрушить. И, вне всякого сомнения, нынешняя сессия Генеральной Ассамблеи – это будет, в принципе, таким важным полем борьбы за сохранение основополагающих принципов международного сотрудничества. Да, ООН находится в кризисе. Но это не проблема структуры или содержания. Это проблема конфликта между государствами-членами. Если мы сумеем все-таки договориться и выйти на взаимоприемлемые подходы, мы мгновенно устраним и все проблемы организации. А ООН, к сожалению, институция, которая находится на содержании Соединенных Штатов, к сожалению, подчеркну, и хотя внешне сохраняет признаки наднационального такого медиатора, тем не менее, все чаще и все регулярнее не исполняет свои функции, что вызывает, безусловно, сожаление. И говорит лишь об одном – то, что США, пытаясь пессимизировать институты ООН и всячески не подчиняясь им в 90-х, нулевых, десятых годах, они, по сути, разрушили вот эту систему принятия решений. Александр Вучич, безусловно, привел очень хороший пример, потому что в Европе как-то стали забывать о бомбежках Югославии и так далее. Приняи в ООН продлятся до понедельника. 77-я сессия Генеральной Ассамблеи проходит под девизом «Переломный момент» – трансформационное решение взаимосвязанных проблем. К сожалению, очевидно, того самого перелома в мировой политике ждать не стоит. Создание стабильного мира – задача, которую можно решить только коллективно. Однако в этом заинтересованы далеко не все. Так почему же ООН теряет свое лицо и другие громкие вопросы, как внутри структуры, так и в целом на мировой арене? Разбор в деталях сегодня в проекте «Лавров за гранью» сразу после вечернего выпуска наших новостей. Меня зовут Лавров, даже когда не зовут. Что значит, новости кончились. Я бы на этой неделе лучше бы поговорил про выборы в Италии. А почти все сидят на этой неделе в ООН в Нью-Йорке на Генассамблее. Перуанец заявил, хотя его и не спрашивали. Да и президент Польши оседлал любимого конька. Что-то ему должны оказались по ощущениям примерно все. Впрочем, встать на дыбы и на уши весь мир заставил только президент США. Пока я поскакал. Взаимодействие государства, общества и церкви в укреплении и поддержке традиционных ценностей обсуждают на Международном славянском форуме семей в Минске. Масштабная площадка по случаю празднования 1030-летия православия на белорусских землях. Собрались порядка полутысячи участников со всей страны. Парламентарии, ученые, духовенство, многодетные семьи. Форум начался с молебна при участии митрополита Минского и Заславского. После духовной части – торжественная церемония. Медалями и благодарностями от православной церкви отметили семь семей, в которых воспитываются 48 детей. Среди награжденных – супруги Горюцких из Жлобинского района. С мужем вместе уже давно, это вот первая любовь, что называется, уже 17 лет. А в браке мы 11 лет. Вот успели уже троих деток родить. Рады, счастливы, что вот так в такой вот год, тысяча третилетия православной Белоруссии, нас сюда позвали. Государство рядом с семьей. И результаты у нас действительно с вами есть. Количество многодетных семей у нас растет. И сегодня это 120 тысяч. С каждым ребенком в семье появляется новый лучик счастья. Конечно, это больше 80% – это семьи, у которых трое деток. Но у нас есть и многодетные регионы, и Брестская область, где есть семьи, где и 12, и 13 деток. Этим мы, конечно, очень гордимся. Форум международный. В зале гостей из России, парламентарии, представители Минтруда. Площадка призвана объединить усилия для сохранения и укрепления традиционных ценностей. Крепкая семья, рождение детей, воспитание их в любви к Родине и Богу. Если семья опирается на божественное становление, то, конечно, она будет крепче. Но, несомненно, надо не только полагаться на Бога, но и самим не плашать. И прилагать усилия к тому, чтобы сохранять то, что дается благословение при таинстве венчании. Самая обсуждаемая тема – информационная безопасность. Профилактика разрушительных явлений в молодежной среде и утверждение семейных ценностей через СМИ. По итогам форума примут резолюцию, которая поможет государству определить новые формы работы по укреплению семьи.